Александр Белов, исследователь. Сколько раз бывшие люди превращались в обезьян? Понятно, спасибо. Сколько же можно превращаться в обезьян? Ну, наверное, много раз. Обезьяна как зеркало какой-то революции, инволюции. Это Лев Толстой как зеркало русской революции, а у меня обезьяна как зеркало приспособительной инволюции. Не существует никаких переходных звеньев, на самом деле, между группами обезьян. Они внезапно появляются в палеонтологической леппице в разные периоды кайнозоя. И все эти домысловые инволюционисты, что они в один плезиадаписы, переходят там макроносых, сукроносых, мартышек и современных человекообразных. Все это глупость несусветная. Просто есть, ну, как бы такая квазирелигия, которая, в общем-то, ей и поклоняются. То есть априорное утверждение, как и в религии. Объяснить этот феномен можно только при помощи теории инволюции. Почему появляются разные, несвязанные родством в палеонтологической леппице? Появлялись 15 миллионов, 33 миллионов, 55 миллионов, 65 миллионов. Почему они разные все появляются? То есть внезапно люди вселяются сюда, надежные укрытия от врагов на деревьях размножаются. И уже потом быстрое видообразование, процветание и долгая-долгая счастливая жизнь в дикой природе. А вот утверждают, что все живые организмы на нашей планете постоянно изменяются. Эволюционисты, вот изменчивость, говорят, такая. Они все сложнее и сложнее, одни виды плавно переходят в другие. Ну и все, дело кончается, конечно, человеком. А человек у нас никуда не изменяется. Он такой у нас хороший, стабильный, существует долго. Вообще логику эволюционистов, вот так послушать, это просто рыба предок человека. Прекрасно, а рыбаки вот у нас ловят эту рыбу, это как-то уже выглядит... Ну то есть вообще логики нет, вообще логики нет. Ну а почему? Вот это квази-религия, то есть про квази-религия. В общем, существо вечное, не вечное, они намекают. Значит, несколько миллионов лет назад человек появился. Ну и вот, все нам пихали, значит, тупая. Кстати, человеческое ухо, очень интересно, наружное ухо практически человеческое. Даже вот этот котелок есть, все такое прочее. Ну, конечно, трудно так вам сразу поверить, что это бывший человек. На самом деле, бывший человек. Вот, она там бегает 60, ну 50 миллионов лет в Малой Азии, прыгает по деревьям. У нее много человеческих признаков. Пять пальцев на руках и ногах, ну, там ногти, а не когти, ну, такие когтеобразные уже и так далее, там подобное. А в общем, почему она не превращается в человека, тоже непонятно, если она предок человека. Ну, вот, шерстокрыл, тоже близкое к приматам древесные существа, летательная перепонка кожаная, ну, кожа натянутая между руками и ногами бывшими. И он так планирует, планирует. Эволюционисты утверждают, что истинным предком человека был пурготорис. Ну, вот такой зверек, похожий на крыс. Кстати, диастема, как у грызунов. Ну, грызун же явно. Какой же он, значит, предок? Он они пишут, напоминали белоками или азотой лисы. Ну, как может такое существо превратиться... Почему белки-то и грызуны не превращаются в людей? Ой, в общем, логика, да. В общем, так далее. Но, тем не менее, они уже приспособились, они стали, бывшие люди стали такими. И они живут, и жили эта тупая и всякие разные. А эти-то вымерли, конечно. Макроносы-обезьяны появились в 56 миллионах. Ну, где-то так, в раннем оцене. Мокрый нос у них, их отличают. Такие симпатяки, кошачий эмуль. Они, в принципе, все такое прочее, очень любопытные. Нет, это не кошачий, это, по-моему, эти нендри. Ну, что-то хвосты у них должны быть такие, с полосочкой, если кошачий эмуль. Там, кто-то в полосочке, где-то? Ну, хвостов, а, вот, да-да-да, тогда это кошачий эмуль. Если в полосочку, то да. Вот, и, значит, ну, и так далее. Вот они живут себе на Мадагаскаре, в изолированном острове, и ни в кого не превращаются. А вот, значит, одна из адапоидных теорий говорит, что это предки человека. Ну, какого лешего, спрашивается? Чего же они не превращаются? А у них нет образа. А на основании чего они такого выращаются? У них нет, как бы, на что быть, в чего преображаться-то? Чего нет образа? Чего у них нет? Ну, там нет образа, куда они бы превращаться. Ну, взяли бы, в людей превратили. Если там был бы человек, а, может быть, глядя на человека, стоило бы там мутируть как-то. А, то есть образа нет перед глазами? Ну, только, а что, а должен образ быть? Ну, а как без этого? Ну, так они не скоро превратились в выводы на это. Ну, в принципе, что они? А в основании чего они такие выводы делают? Делают они выводы от того, что, значит, они же должны в кого-то... Люди-то откуда-то взялись на земле? Они же не могут просто с неба упасть. Вот, а им же надо показать, что вот это вот... Ну, как бы выстроить цепочку, что обезьяны наши предки. Ну, вот и показать конкретных обезьян они и показывают. Но эти-то живут, ни в кого не превращают. Другая теория, значит, ее называют сторонники терзиоидной теории, что долгопятые предки людей. Ну, конечно, симпатяга такой, вот с кривыми пальцами. А он по ночам живет, прыгает очень ловко и на себя не пролет. Вот, а глаза большие, потому что, ну... Конечно, это приспособления вторичные к образу жизни. То есть, огромные глаза как раз в ночное видение очень хорошо. То есть, и вот эти вот все эти пальцы с присосками, он быстро шлеп так на дерево, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, и хрумкает насекомых. Вот, а это превратились в два ноготка, чтобы шерсть расчесывать. То есть, все удобно, все удобно. И у него пятка удлинилась так далеко, чтобы был рычаг, и он очень хорошо, как кузнечик, прыгает. На вот это вот маленькая вся, 10-12 сантиметров сама, а прыгает на 4-5 метров. Причем так быстро. Отсюда для себя, да, стилки, да? Да, да, да. Ну и причем быстро, его не поймаешь ночью. А одним он сидит, как тут кнопка, отключился, да. Ну вот Джонс в свое время, в 16-м году выдвинул гипотезу, что у него ноги длинные, а руки короткие, мол, это вот предок человека. Ну и вот сейчас большинство эволюционистов вдруг тоже говорят, ну раз, говорят, не лемуры, ну тогда вот этот вот предок человека. Да, мы тоже так считаем. Вот, ну вообще, чушь собачья. Ну, у него же такая специализация. Ну какая, хвост куда делся, длинный. А почему люди так не могут, а логически рассуждают? У эволюционистов логика отсутствует. В религию надо верить. Вот у них есть эволюцию, ей единственной мы верны. Все, у них логика отсутствует. Ну, сухоносые обезьяны тоже внезапно появляются 33 миллиона лет назад. Причем появляются и в материке, которым они не должны появиться в Южной Америке, широконосые, да? И появляются в Старом Свете одновременно, ну практически, около 30 миллионов лет. Спрашиваются, как они в Южную Америку добрались, обезьяны? Эволюционисты говорят, ну это вот жители обезьяны Старого Света, а они на плотах деревьев переплыли Атлантический океан. Можете себе представить? А может, какой-нибудь арабинзон некого было полюбить? Взял, обезьянку полюбил, вот ему там появилось. Да, это вы повторите на камеру. Насчет полюбил бензон обезьянку. А чего их любить? Он вот сам превращается, человек, он доплыл до Южной Америки способом, ну вот этот самый, Турхердал-то плавал, и все нормально, через океан Атлантик. Переплыл, переплыть-то переплыл, а и там и остался, и в широконосых превратился. Поэтому ничего особенного в этом нет. Вот, такого уж, ну и плюс, конечно, неправильные датировки всякие там, постоянные у них, тут читаем, здесь не читаем, там тут, ну, рыбу заворачивали, там что-то еще. Вот в таком духе, да. Ну и ископаемые, конечно, парапитеки вымерли, вымерли, а вот эти вот остались, например, очень интересные, такие весьма обезьяны, например, мартышковые, ну, павианы, вот широконосые, Атлантику пересекли, да. Ну и в миоцене появляются тонкотелые, ну и всякие там клубосы, насочи, прокунсула чуть позже, в алигацийне Старого Света, ариопитеки, ну ариопитеки, это болотная обезьяна, в Италии, Южной Тоскане, ногу найдено, над чем характерно, что у него человеческие ноги прямые, но большой палец, как у птиц, отведен на стопе, вообще так далеко, ну не как у птиц, конечно, ну под углом значительно большим, чем у шимпанзе и горел, ну и так, таз у них похож на человеческий, ну и в общем, все такое прочее, спрашивается, и еще у них точечный захват, вот этих обезьян, и говорят, что они малину ели, вот ягодки срывали, ну то есть они могут в принципе что-то написать, вот так вот взять, да, что для обезьян не характерно, вот, чтобы между пальцами зажать, но это, конечно, остаточные признаки человека, понятно, что они ничего не писали, потому что тратили разум, но это нормально. А может какие-то начертания какие-то делали, на скалках? А? Может какие-то начертания делали? Нет, начертания они не могли делать, потому что, чтобы сделать начертания, надо обучиться языку, это уже абстракция, это уже рекурсия, это умножение смыслов, с помощью абстрактных, содержательных символов, знаков, это невозможно, обезьяна это не умеет, она здесь сейчас, только конкретика. Может, Господь создавая, скажем, человек по образу и подобию своему, делал опыты, производил подобие, похоже, искал что-то, вот выборность какая-то была, он делал и абстрактных, и рыбок, и еще что-то, ну, просто создавал, от нечего делать развлекался, хотите сказать, для того, чтобы создать, именно, более, живое, представление о мире, нет, я считаю, я понял, понял, я считаю, что вы не недооцениваете возможности Господа, хоть вы человек по церковлению считаетесь, не надо ему экспериментировать, ему не надо, никакой КБ, ничего ему не надо, не надо ему, а потому что он все уже умеет, знает и понимает, вот так, он может создать человека сразу, без всяких экспериментов, рыбок, птичек, зачем он, зачем он, какие-то, что он, этот биолог, что ли, какой-то, цивилизация же менялась, а? цивилизация же менялась, ну и что, а люди-то они живут, ну люди же разные, они же отвечают, ну люди, ну вот я и говорю, что человек, это интегральное существо, антропоцентризм, могут меня обвинить, конечно. Дрессоры обезьяны, да, они доходят до какого-то потолка, а дальше они же, ну не перепрыгивают от потолка. Кто? Дрессоры обезьяны, обезьяны, которые дрессируют, они же доходят до уровня определенного, логически обсуждают, они могли бы перепрыгнуть? Да ничего они не перепрыгивают, они отгрызают экспериментатором пальцы, когда 40 минут горелу мучают, чтобы она чего-то, каким-то языком научилась, там глухонемод, американскому, он слева, и вот, потом она обгрызает в ярость, у нее немотивированная агрессия начинается, она не может себя сдерживать, эмоции, которые не поддаются просто, у нас же разум, да, вот, это все социально, когда обучают деток, обучают сдерживать агрессию, не кусаться, не бить товарища, не, ну и так далее, не обгрызать там экспериментатором пальцы и прочее, бабушки, да, не обгрызать пальцы, вот, а, в принципе, если не учить, так все это будет, поэтому социальные запреты и табу, как Фрейд говорил, надо снять социальные запреты, и тогда, мол, человек освободится, тогда у него либидо освободится, его половой либидо освободится, ну, вообще, такие советы давал у Фрейд, но он говорил, что есть только три человека великих в мире, это Маркс, с своей этой теорией капитал, да, трудовая стоимость, Дарвин и я, Фрейд, вот три человека великих, вот, но дальше некуда, поэтому, вот эта теория Фрейда, что надо, значит, бороться с неврозами путем сверх-я, вот это вот, снять социальные запреты, это, тогда, это у нас будут такие дети цветов, там, и все так, хиппи, хиппи, да, все разрешено, аллоз, ну, всякие там, наркота и прочее разное, чего там, вот, ну, и, конечно, антропоиды, не предки людей, никаких доказательств в пользу таких, то есть, человекообразных, никаких не представлено, ну, еще раз, эта схема, появляется внезапно, разные группы обезьян, существует долго, и до сих пор существует, многие, ничего, они друг в другу не превращаются, причем тут человек, вообще, ну, человек, это их предок, это понятно, вот, ну, какой вывод, в общем, с неба, откуда они взялись, эти приматы, с неба сводился человек, он попадал на землю в разные периоды, клинозои, то есть, новая эра, да, ну, это у нас, 55 миллионов, и всякий раз после потери разума, превращался в разных зверей, и древолазающих зверей, то есть, обезьяны, древолазающие звери, вот, больше ничего, в ней особенно такого нет, зверь, но только древолазающий, и с последующим изменением морфологии, то есть, приводило к появлению новых видов, маленькая популяция ограниченная, быстро изменяется, быстро приспосабливается, и раскрепощает свой геном, и, грубо говоря, причем, функционирует там начальная психосоматика, им же надо выживать, они же понимают, что выживать без разума, нужны какие-то преимущества, какие, ну, вот, надо как-то изменить, вот, эту конструкцию тела, это понимает обезьяна, будет будущее, что конструкция человеческого тела плохо подходит для лазания по деревьям, поэтому надо оттопырить большой палец, когда ты лазаешь по этим, и коленками упираешься в ствол, очень неудобно, надо сбоку, значит, и так далее, ну, в общем, все вот так, и они начинают функционально уже изменять сами свое тело, модификаторы такие, они модифицируют свое тело, и они приводят к тому, что когда только появляются полезные приспособления, популяция очень хорошо размножается, и она образует вид, который огромный арен занимает, и распространяется хорошо, ну, все, я завершил, если есть вопросы, какие-то, ну, что-то, опять же, только тело, да, ни слова, ни слова, ни слова, ни слова, вот я вам рассказал про Менделеева, да, вот он неправильно поставил, ну, меняется в зависимости ответственность, и у него, ну, да, вот его, вот это вот, ну, бумаги гениально, что он разбил на это самое, через 7 начал их оставлять, хотя, ренея еще не было, ну, Менделеев, а у вас, мы же вот зациклились на этом самом, на этом, да, есть еще самый, целый пласт, духовного аспекта, хорошо изучена у нас сегодня, не надо, подождите, подождите, я понял вас, дело в том, что мы рассказываем, трогать мы этого не будем, но мы есть, а вот когда открыли, с лучком порезанная картошечка, там пожарили, когда меня открыли, Менделеев не отрицал, что не существует, ну, при чем тут Менделеев? а вот, Александр Иванович отрицает, что духовный аспект существует, да не отрицает, не надо перейдем, я считаю, я считаю, что начало деградации, психической деградации, но это к теме не относится, а психическая деградация, это с падением нравственности, то есть, когда нравственность падает, то, конечно, уровень понимания снижается, вот спрашивают, есть ли умные, вроде бы умные, но ни хрена не понимают, ничего, их обучали, они высшее образование, то и два, то и три, ну, не понимают ни черта, вот, почему, а эгоисты, и у них отключается вообще уровень понимания, хоть они много знают, информационный багаж, интернет такой носят в себе, а ни хрена не понимают, простых вещей, два, ну, логику не понимают, логику, просто не понимают, нравственность снижается, и уровень понимания снижается, ну, эгоизм, эгоцентризм, желание, желание только наслаждаться, я вот, за счет других, ну, ну, как сказать, неумение себя сдерживать, отсутствие тельтинга, вы сказали, что детей обучают, чтобы они там были послушными, не дрались, там, не кусались, и как же они вырастают таких преступников, грубо говоря? Ну, преступники, это все одно, а когда они, если их не обучать вообще, так они будут просто социальными маублями, они будут просто из-за угла кого-то подкарауливать, и вгрызаться в шею, своими зубками. Такие сейчас есть тоже, да, ну, сейчас посмотрите, как эти самые приколные, с виски на песне меняют, ну, это же космарный, да? Вот на ваших глазах это все происходит, а вы вот как, поставили это самое, шоры какие-то, я этого не вижу. Он, он, он сразу, видите, пришел, его помощник, он сразу почувствовал поддержку, поддержку, но это другой, но это другой, у меня есть еще ролик, если хотите, я вам быстро могу еще просмотреть. Вот по миллионам, миллионам, миллионам лет, да, там 65 миллионов, потом смотрю, 15 миллионов, и потом следующие графа, два миллиона. Ну, это появление, это внезапное появление того или иного таксона. Вот эти миллионы лет, сейчас, одну секунду, ну, примерно, да, вот они, значит, эти миллионы лет, вот, которые с синеньким, да, вот, два миллиона современных человек, ну, а два, говорят, семь, это неважно, человекообразные современные, мартышки около 15, у сухоносой 33, макроносые лимуры, галага, долгопятые 55, и плезиодакцы, ступаемые 65 миллионов, они внезапно появляются в палеонтологической летописи, и существуют до сего дня, какого лешего спрашивается, они должны быть предками, предки, они у нас, вон, тупая, эти бегают, макроносые, какие они предки, это лимуры в Манагаскаре, пойдем вот и посмотрим, они в зоопарках есть, сухоносых полно, обезьян, мартышек этих, мартышек тоже полно, и человекообразных полно, какие они предки, эволюционисты говорят, это, они, неправильная постановка вопроса, это не современные обезьяны, а ископаемые общим предком, которым являлся человек и обезьян, то есть они казуистически выходят из этой логической развилки, они говорят, не надо на этих смотреть современно, это ископаемый предок, общий предок и человек-обезьян, но назовите хоть одного ископаемого предка, где он, его нет, просто есть вот эти группы обезьян, которые существуют до нашего времени, пошло разветвление на человека и на обезьян, но где они разветвления, где, холезиодаписы должны в макроносых превращаться, макроносые в сухоносых, потом мартышек и человекообразных, но этого же не было, если похоже разветвление, значит, из одного общего предка, ну покажите, какой предок, где этот предок, где он, где он предок, его нет в палеонтологической летописи, нет, а потом, когда бы человек должен был тоже, ну получается, он утратил очень важные для него функции, там тоже хвост, удобная же штука, да, те же по деревьям полазить, но тоже же удобная штука, хвост, он балансер прекрасный, поэтому он отрастает у людей, он просто отрастает, а всякие там дарвинистские, Дарвин писал в своей книге «Человек про исключение фарма» вот, обезьяны хвост отсидели, отсидели, тоже сидели, на хвосте, подкладывая подзарь, мы сколько на хвост отсидим сейчас? Понять, сидели хвост, ну что это за научный аргумент? Вот давайте так, вот есть научный аргумент, да, есть инструментарий, который дает возможность позволить изучать духовные спецслужбы, вот мы видим, что у вас собственная афизия нету, я говорю, я говорю, что есть, а вы говорите, что его не существует, давайте это не рассматривать, ну почему? если оно есть, давайте рассматривать, это ваша тема, вот вы и занимаетесь, давайте рассматривать это, так вот там, мы, ну дайте мне, ген, и говорит, во всех собаках, во всех кошках есть человеческий ген, правильно, 90% генов, это человеческие гены, у жюри, они и понимают, и кошки, и собаки, реакцию у них чувствуют, и собачьих, уже доказали, ген человеческий, а понимают же не гены, осознание, дух понимает, ну что же вы, вытворение? Нет, нет, правильно, правильно она говорит. А дух-то откуда? Как это? Дух откуда? Она говорит, нет, нет, Николай Михайлович, во-первых, тихо, там библиотека, я тоже разорался, вот, дух удворяет любое существо. Как вы это понимаете? Как вы это понимаете? Словами говорить можно, но вы говорите то, что абсолютно не понимаете, что вы говорите. Как вы духу? А дух понимает, зачем ему говорить, когда дух понимает? Дух понимает, а я не понимаю. Так, Николай Михайлович, посторонние разговоры прекратите. Ну вы же знаете, что это абсолютно. Все, 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 я выключаю, хватит. Все, давайте. Поэтому, если мы берем теперь это самое, вот это вот, духовный спектр, осмотрим, то видим, что вот этими обезьянами управляет, так называемая, но точная форма существования сознания, или гея. И вот теперь, если мы человека смотрим, то в человеке сидит точно такая же штуковина, только у нее есть соответствующие функции, да, она не вмешивается в управление телом. То есть, вот в теле два духовных вот таких аспекта. Вот есть ЕС, а вот в обезьяне только у ЕС. И это видно, это можно изучать. Так, давайте мы это будем вставлять сюда, изучать. А не то, что давайте мы это все отбросим, и не будем на него смотреть. Давайте, давайте. И тогда мы просто будем говорить, что вот здесь разговор идет о ЕС. И к человеку, да, мы можем человеческую ЕС сравнивать с ЕС, так сказать, вот этих обезьян, но человека еще есть одна, один духовный аспект, да, вот который я говорю. И вот он никакого отношения к этим ЕС не имеет. Наоборот, это создатель ЕС. Так, Николай Михайлович, у вас целое выступление, но почему вы не хотите зарегистрироваться и сделать... Я выступаю, я недавно выступал. Ну еще выступите. Ну у вас просто вы вклиниваетесь своим выступлением. Да почему мы это не обсуждаем? Там библиотека, тут дети, тут дети. А можно вам сказать, психосоматика где находится? Психосоматика? Ну вы сами сказали. В голове. В психосоматике и психике. В голове. В голове. Вот эмоции, они это самое. Это называется... Не, не, подождите. Меня спросили, не вас. Кого спросили? Ну я его, но тоже хороший вопрос. Меня, потому что ты же не ответишь на этот вопрос. Нет, я отвечаю. Один человек, на который я, моё тело или мой дух отреагировал психосоматикой, да? Второй человек, на который отреагировал. Как с этим бороться? Что с этим делать? Нет, вот смотрите, давайте по очереди. Психосоматика, что такое психосоматика? Обезьяна, хоть она и безречи, и глупая, но она хорошо понимает, чтобы выжить, ей надо измениться. Но она хочет банан, хочет. А чтобы залезть на дерево, мешает ей эта стопа плохо. Вот если как бы хватать пальцами стопы, ветки, сразу уже опора снизу тела, и она очень быстро до этого банана доберётся. Поэтому она изменяет психосоматически, она изменяет своё тело, модифицирует. Ну, грубо говоря, как она натренировывает эту функцию, как хороший, я не знаю, спортсмен, так скажем, которого поставлена задача. Но спортсмену, с той лишь разницей, спортсмену ставят тренер, и его эго там личное, там медаль он хочет. А ей надо выжить, выжить обезьян. Хоть она и глупая, и без разума, и без языка, и всё, но ей надо выжить. И она выживает. А эволюционисты говорят, нет, человек в дикой природе, он погибает. Он сразу складывает лапки, вот так, в дикой природе. Всё, я тут не выживу. И хлопает, и трупит. Да. Нет, ну так говорят. А он даже выживет. Выживет, ещё как выживет. И обезьяной будет, и волком, и чем угодно. Да. Обезьяна будет принахидеть. Он не превратится в обезьяны. Да превратится. А как вы отрицаете существующую объективную вещь? Нет. Я как раз, волки существуют, обезьяны существуют. Я говорю про духовный эффект. Да, я говорю про обезьян. Всё, выключаем. Хватит.